Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Душка, я журналист, и сегодня у меня в гостях Сергей Гайдай, политтехнолог. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, рад приветствовать вас и зрителей. Сегодня будем говорить о том, нужен ли трибунал над Путиным, реален ли он, какая выгода от этого США, Европе и Украине, да может быть даже и России, и кто будет политическим адвокатом или, как говорят, тянуть мазу за Путина. Ну и вообще, доживет ли Путин до такого трибунала, это тоже, кстати, вопрос. Но перед тем, как мы ответим на эти вопросы, ответим сначала на Блиц-интервью, вопросы от наших зрителей, на которые отвечаем очень коротко. И вот поехали, вопрос первый. У России есть политическая воля и желание снова напасть на Киев? Желание и воля есть, думаю, хуже с возможностями. Вот и мне бы хотелось, чтобы мнение многих наших военных экспертов, чтобы пока возможностей нет, было бы подтверждено. Я сейчас не о россиянах военных, я, наверное, о россиянах обычных. Вот те, которые сидят сейчас в Рязани, в Москве, в Петербурге, они до сих пор говорят, давай захватим Киев, мать городов русских. Или там уже попустились немножко? В России сегодня классический фасыжский режим, отличающийся полной пропагандой. И, безусловно, они до сих пор, многие из них считают, что в этой войне, конечно, должна победить Россия. Для этого надо захватить Киев и тут уничтожить каких-то мнимых нациков, фашистов, бандеровцев и так далее. Я думаю, во многом они, многие россияне именно в таком убеждении находятся. Новая мобилизация после Нового года. Масштабная. Об этом говорят многие эксперты. Россияне. И это простят Путину. Можно сварить лягушку в кипятке, она не выпрыгнет. Потому что если температуру поднимать по чуть-чуть. Вот так и происходит с россиянами. С другой стороны, все-таки мобилизация производит в российском обществе разрушительные действия. Россияне бегут от нее, рождается действительно недовольство. Самое главное – ощущение угрозы для жизни от всей ситуации, которую создал Путин, у россиян тоже растет. И это для путинского режима весьма опасная ситуация. Чего россияне Путину не простят? Ну, мне трудно отвечать на этот вопрос, чего они ему не простят. Я бы, я же ведь сужу как украинец, соответственно, я бы уже давно ему не простил такого отношения, когда страна с колоссальнейшими ресурсами и возможностями превратилась в страну смерти, в страну изгоя, в страну, в которой деньги есть на ракету, которая летит в сторону, убивать украинцев, но денег на нормальные дороги, туалеты, школы и уровень жизни нет. Вот я бы это не простил. Россияне прощают, мне это трудно понять. Крым – это Украина. Россияне готовы принять это после своего поражения? Вот смотрите, после 24 числа абсолютно плевать, как украинцам, так и мировому сообществу, готовы ли там принять это россияне. Это по факту будет так, иначе быть не может. Начав эту войну, Путин сделал все, чтобы Крым окончательно вернулся назад в состав Украины. Это были близ вопросы, теперь перейдем к общим вопросам, которые мы рассматривали на этой неделе. Все рассматривали на этой неделе. И вот интересует, хотел бы углубиться в трибунал над Путиным. И перед тем, как это начать, хотел бы спросить у вас такое. Макрон снова заговорил про возможность путей отхода для Путина, каких-то гарантий для России. Это какая-то позиция Европы, которую боятся сказать другие? Или это Макрон себе что-то пытается выторговать? Ну, мне трудно, опять же, отвечать за Макрона, но я думаю, что это позиция очень многих в Европе и очень многих политиков в Европе. И эта позиция, слава богу, потихоньку, постепенно, но все-таки меняется. Особенно это видно не столько по Франции, сколько по Германии, хотя и Франция. Да, французское оружие тоже уже давно воюет на нашем фронте, и они помогают. Во многом и наша позиция, и наши власти меняют ситуацию в Европе. Если вы помните, когда вдруг мир понял, что Киев, украинцы отстояли, россияне от Киева отброшены, стало модным ездить в Киев, и жать руку президенту, который остался на банковой Зеленскому. Первым был Джонсон, Борис Джонсон. Но в свое время и Штанмайер захотел приехать, и ему было отказано впрямую. Была большая обида, было много хайпа по поводу того, так нельзя, это же наши союзники, европейская страна, мы же стремимся в Евросоюз, а мы тут президенту отказываем, президенту крупнейшей экономики Евросоюза отказываем приехать. А там было заявлено, что мы не ждем Штанмайера в Киеве, в связи с тем, что его позиция, и так называемая формула Штанмайера, это предложение нам сдаться россиянам. И что вы думаете, мы поссорились в ФРГ, Штанмайер в итоге приехал недавно в Киев, жал руку Зеленскому, и про формулу Штанмайера мы забыли, потому что новейшие заявления Штанмайера, ну это просто ангел войны. Человек, который заявлял, что только поражение российского режима приведет к миру. Формула Штанмайера изменилась из-за того, что мы показали зубы и сказали, что вы можете думать там все что угодно с любыми формулами, а мы готовы драться и будем драться. Вот если Европа перекрашивается, Сергей, я прошу прощения, буду немножко, у нас уже 12 минут прошло, а у меня еще очень много интересных вопросов, на которые я хотел бы услышать два ответа. Если вот Европа поняла, что Украина есть сила, она перекрашивается в украинские цвета, Европа едина в том, чтобы Путина передать трибуналу или нет? Нет, Европа не едина. Там, во-первых, вот опять же, со времен, когда ФРГ активно хотел примирения с путинским режимом, потому что был заинтересован в дешевых энергоносителях, родилась такой термин, это немецкий вид термин, Путин, сейчас, минутку, Путин ферштейры, это немецкое слово, то есть понимающие Путина, разговаривающие с Путиным, и понятно, там есть, там есть его прямые союзники, посмотрите на режим Венгрии, находящийся, да, Орбана, там есть разные политические силы, недавно в Германии вскрытый имперский заговор имперцев, почитателей Гитлера, желающий восстановить германский рейх, которые были союзниками, которые симпатизировали тому же Путину, там Европа очень разная. Хорошо, тогда давайте я уточню. Не перекрашивается, скорее всего, их, скажем, осознание о том, что Путин угроза, Путин фашист, и о том, что невозможен мир без победы Украины и проигрыша Путина, это мнение постепенно завоевывает европейские умы и политические в том числе. Самые важные европейские лидеры, они готовы посадить Путина на скамью трибунала? Ну, мы видели, что семерка стран, которые собрались, подтвердила такую готовность. И я думаю, дальше со временем, с победами Украины, с проигрышами путинского режима, это желание посадить Путина, и как в свое время сделать суд над военными российскими преступниками, как это было в Нюрнберге над военными германскими преступниками, и как позже, уже в нашу новейшую историю, судили военного преступника Милошевича, такое желание будет все крепнуть и казаться уж не таким невозможным, потому что проигравший режим, он совсем отличается от режима, который, условно говоря, угрожает всему миру и заявляет, что у него вторая армия по силе в мире. Нужно ли согласие, вот вы говорите, G7, они подтвердили, да, нужно ли согласие какое-то всех G7, G20, G19? Я так скажу, сегодняшняя самая свежая новость заключается в том, что двупартийная хельсинская группа в американском конгрессе подала резолюцию в конгресс, которая требует шагов от господина Байдена о том, чтобы он начал процедуру изгнания из Совета безопасности ООН России. Хочу четко вам сказать, почему это так. Ну, сразу хочу сказать, что я вхожу в инициативную группу украинских активистов, которая еще весной этого года в Гражданском объединении Громадский хаб начала такое движение, Гать Россию из ООН. И многие было скептиков, это невозможно. С тех пор мы прошли огромный путь, и это один из этапов, который говорит, что процедура началась. Если к этому подключается Конгресс США, это уже серьезно. Россия находится там незаконно. Но почему ее надо знать из ООН? Потому что она занимает место в Совете безопасности ООН. Ну да, который может векировать. И есть такая проблема. Все, что принимает большинством голосом Генеральная ассамблея, а, например, недавно они принимали решение о том, что активы России за рубежом должны быть арестованы и переданы как репарации Украине. Все эти решения являются необязательными. А вот решение Совета безопасности является обязательным. Но если изгнать оттуда Россию, которая блокирует все, что принимается Советом безопасности, и если Совет безопасности примет решение о создании Международного трибунала и привлечения к ответственности Путина, его режима и его военных преступников, это не просто не станет, скажем, возможным. Это станет обязательным. То есть куда бы Путин ни делся, страны, входящие в ООН, должны его будет арестовать и, в общем-то, отдать на международное правосудие. Но подождите, в Совете безопасности есть еще Китай, который может сказать «а давайте» или не скажет. А вот я вам скажу про Китай. Китай внимательно наблюдает за ситуацией. И у самого Китая во многом есть амбиции стать таким мировым лидером, который готов побряцать оружие. Но если Путин будет наказан и проиграет, то во многом эта амбиция Китая охладит и изменит всю систему безопасности в мире через ООН. И Китай сегодня колоссально в своей экономике зависим от стран Запада и от Соединенных Штатов Америки. Если Соединенные Штаты Америки будут за это, то и Китай постепенно станет таким. Я напомню, что Китай не был членом ООН до 70-х годов. И только позиция Соединенных Штатов, которые захотели сыграть, скажем так, приобрести себе такого союзника, как Китай, который тогда был в конфронтации с Советским Союзом, привели Китай в ООН. И в этот раз позиция США во многом может влиять на Китай, который и политически, и экономически вынужден будет ориентироваться не на Россию, а на... Более того, у Китая есть свои интересы. Слабый, разбитый Путин, судимый Путин, это очень выгодный северный сосед для Китая, который во многом претендует, чтобы Россия как мировой игрок практически исчез с горизонта мировой политики. Есть какие-то другие государства, которые будут противиться решению ООН? А вот смотрите, вот смотрите, голосование тогда за так называемые репарации четко показало мировой расклад. Основное, подавляющее большинство, более чем, по-моему, 140 стран, которые входят в ООН, проголосовали за, и они проголосуют за трибунал над Путиным. Порядка 40 стран воздержались. Это наблюдатели, они смотрят, чья возьмет. При следующих победах Украины и активной позиции ведущих мировых экономик они вынуждены будут присоединиться. Путин может куда-то убежать от трибунала, или это невозможно? Ну, я вам скажу, ему невыгодно куда-то бежать, потому что, знаете, я так скажу, если режим будет сохранен или будет преемник Путина, то нигде, кроме как в России, он не может себя чувствовать безопасно. Все остальные страны для него, конечно, опасны. И более того, там нет его системы безопасности. Там не вырыли для него бункер. Но и в России, если сменится режим, то как в свое время в Югославии, когда сменившая Милошевича власть выдала Милошевича для международного трибунала, высокая вероятность, что будет большой соблазн Путина выдать мировому сообществу как один из элементов примирения России с мировым сообществом, как снятие санкций, репараций и так далее. Желающих сделать Путину харакири много в России? Я думаю, много. Более того, это входит в российскую культуру транзита власти. Вот вспомните, да, что при смене власти очень часто предшественников ликвидировали, сажали в тюрьму, объявляли на них обструкцию какую-нибудь и так далее. То есть, вот это не как в США, когда избранный президент покидает свой пост, становится, скажем так, и в Украине, кстати, во многом эта традиция в части соблюдается, становится нормальным гражданином своей страны, читает лекции, получает гонорары, и он является уважаемым и заслуженным. А в России это не так. В России власть захватывается, и предшественники просто уничтожаются. Многих убьют вместе с Путиным, если Путина будут решать убрать? Ну, вероятность того, что там будут большие силовые разборки, что Пригожин со своими вагнеровцами примет участие в таком, что Кадыров объявит Чечню независимой, чтобы сохранить свою власть, а в самой Чечне начнется борьба с предателем Кадыровым, о том, что будет очень много неприятных инцидентов, да. Авторитарные режимы редко заканчивают хорошо. Бывает, но редко. Вернемся к тому варианту, где этого товарища передадут все-таки трибуналу. И вот вопрос такой, а где тогда будет такой трибунал? Ведь Гага не совсем подходит. Там же Россия... Ну, Гага уже заявила, что готова. Готова, да? Да, опыт. И там находятся очень многие международные органы правосудия и международный криминальный суд, по-моему, и тот самый суд, который вот сейчас выносил решение по сбитому Боингу. Поэтому, условно говоря, почему не Гага? Но это не важно. Лишь если бы меня спрашивали, я бы это устроил в освобожденном Мариуполе в том самом театре, где они клетки строили для золота. А возможен такой суд над Путиным внутри России? Возможно. И это, кстати, выход, потому что... Смотрите, я предполагаю, что, возможно, не с первой итерации, но пришедшая власть в России будет в чем заинтересована? Заинтересована вернуть страну в нормальный режим жизни. А он без мировой экономики невозможен. А это значит, надо будет... Я уверен, что Россию выкинут из ООН. Надо будет вступать в ООН. Надо будет ратифицировать уставы ООН. Надо будет каяться в грехах. Надо будет выплачивать репарации. Надо будет очень многое что делать. Снимать санкции. И они будут заинтересованы и выдать Путина, и показать всему миру, что они его готовы сами судить. И так далее. Все это будет. Видите ли, у диктаторов судьба плохая. Вспомните судьбу Каддафи. От всеобщего поклонения любви до, извините меня, грязной помойной канавы рядом с дорогой, где ты кончаешь жизнь, потому что над тобой надругались. Каким должен быть приговор, чтобы он смог повлиять этот вот трибунал на диктаторов других стран? Ну вот, с моей точки зрения, сам факт суда над Путиным, сам факт проигрыша его войны, сам факт репараций, которые вынуждены будут платить проигравшая Россия, это уже достаточный украинский запобежник, предохранитель от того, чтобы таким личностям, которые, скажем так, склонны к авторитаризму типа Эрдогана и Синь Цзиньпина, дать четкий сигнал, что это плохой путь. Все эти люди не понимают, что какой бы ты хороший правитель не был, знаете, вот как есть в физике усталость металла. Чем дольше металл под нагрузкой, тем выше шансы, что он сломается. Также есть усталость от власти. Реформы и все, что ты хочешь делать для своей страны, получи власть, надо делать быстро, четко осознавая, что в какой-то момент ты должен уйти. И другие люди должны прийти на твою смену, потому что устает власть. Чем дольше ты у власти, тем больше накапливается усталость власти. И это может просто нивелировать все, что ты хорошего для своей страны сделал, если ты был эффективной властью. Даже диктатором, но просвещенным диктатором, таким как Ататюрк или Ликванью. На суде, кроме Путина, кто еще окажется? Кого туда загребут? Ну, конечно, все его окружение. Все их лица мы видели. Это лица людей, которые присутствовали на Совете Безопасности, помните? И подтверждали необходимость военной агрессии против, поддерживали, подтверждали. Конечно, там отдельный суд должен быть над пропагандистами. Безусловно. Почему отдельный? Он должен быть показательным, чтобы их не просто там на эти приписали, потому что мир должен понять, что вот так, такая пропаганда в мире должна отсутствовать, и что это преступление, за которое надо наказывать. Там должен быть Киселев, Скобеева со своим мужем Поповым, конечно, Соловьев, абсолютно одиозный, Красовский, ну, еще там, знаете, условно говоря, с десяток, не меньше топ их пропагандистов, которые активно разжигали, поддерживали, Симонян с Кесояном. Понятно, все должны быть преданы суду. Кстати, они могут пострадать самыми первыми. Этих пешек режиму отдавать, российскому власти будет отдавать не жалко сразу же, избавляясь от них, потому что они лица, они публичные лица. Путин так много не выступал, как эти люди каждый день вбивали, скажем так, грозди ненависти в российское общество и в мировое сообщество. Ну и, конечно, военные преступники. До рядового солдата, который зафиксирован как человек, который убивал, насиловал и грабил мирное население в Буче и в других украинских городах, разрушал Митополь. Пилоты, которые, извините меня, пускали ракеты по жилым кварталам и энергоинфраструктуре Украины. Суд может длиться десятилетиями, честно говоря. И это очень правильный процесс для мирового сообщества. Мир, наконец, должен понять, что война больше не является средством выяснения отношений между разными странами, цивилизациями и сообществами. Вот мне кажется, в 2022 году человечество должно понять все человечество, что больше так нельзя. Потому что, когда у вас есть ядерное оружие, когда есть амбиции отдельно взятого человека, сидящего в бункере, который решил, что украинцев нету как нации, что они не имеют права иметь свое государство, свои права и свободы, и что он тут за них будет решать, как им жить, и у него для этого достаточно военной мощи, вот это должен быть урок, преподанный не отдельно взятому человеку, а всем в мире, что война перестает быть средством выяснения отношений. А если мир будет подписан так, что Путин останется у власти, как его можно будет судить заочно? Вопрос, кем будет подписан такой мир? Ну, Путин, Украина. Смотрите, война идет между Украиной и Россией. Мир может подписать только Украина и Россия. Я не думаю, что в Украине найдется в ходе один политик, который пойдет на мир, при котором Путин останется при власти. То есть недостаточно освободить Украину, нужно еще, чтобы Путин упал. Совершенно верно. И роль ООН, из которого надо изгнать Россию, особенно из Совета Безопасности, здесь огромна. Поэтому так важно победить не только на поле боя, но победить еще в ООН. На международном сайте есть петиция, которая требует от секретарета ООН предоставить документы, подтверждающие легитимность нахождения там России. Таких документов у России нет. Она, не проходя процедуры, абсолютно незаконно села в кресло СССР. И это дает юридические основания выгнать ее оттуда не политическим процессом, а чисто процессуально-юридическим. И каждый украинец может такую петицию подписать. Хорошо. А как подписать эту петицию для того, чтобы выгнать Россию из Совета Безопасности? Ну, во-первых, я постараюсь передать вашей редакторской группе прямую ссылку на петицию. Там всего лишь три клика делается. Вы заполняете имя, фамилию и свой электронный адрес. Потом на электронный адрес приходит к вам ссылочка, вы ее кликаете. Главное, не реагируйте на требования донатов, которые часто такие сайты дают. То есть это все-таки бесплатное движение. Либо в поисковике наберите петицию «Гэть Россию из ООН». Но самый простой способ, вот у меня рояль в кустах оказался, на столе лежит флайер, который мы подготавливали для тех, кто хочет подписать петицию. Вот он так выглядит. Многие видели это изображение на билбордах. Но если сейчас, в данный момент вы поставите нашу видеозапись на паузу и просканируете своим смартфоном вот этот QR-код, Поднесите ближе, пожалуйста, да. Вот, давайте ставить на паузу. То этот QR-код вас сразу приведет на необходимую петицию на необходимом сайте. Замечательно. Я думаю, что все, кто нас посмотрит, так и сделают. Потому что Россия реально занимает не свое место в ООН, а занимает место Советского Союза. Ну и не прошла, я так понимаю, процедуру принятия в ООН, которая заключается в том, чтобы за нее голосовала Генеральная Ассамблея, она утвердила в своем парламенте уставы ООН, а этого Россия не делала. Объясню, почему это важно, потому что это поможет нам не только победить Россию, но еще потом поможет все последствия, суды, трибуналы выиграть, потому что Россия не сможет витировать все решения ООН. Я правильно понимаю? Совершенно верно. Хорошо. Если мы уже сняли с паузы, то давайте ответим на второй блиц, это вопрос от наших зрителей, напоминаю, короткие вопросы, короткие ответы. И вопрос следующий. Россия может жить без Путина или вот образа Путина? Вот смотрите, только без Путина Россия может жить, с Путиным она жить там не может, с Путиным Россия теряет во-первых людей, которые уезжают в эмиграцию, с Путиным Россия теряет из-за очень низкого уровня жизни, он не будет никогда вкладываться в высокий уровень жизни, особенно при падающей экономике, с Путиным она теряет своих солдат на поле боя, которые массово гибнут в Украине, поэтому слово жить это не с Путиным, это без Путина, вот избавившись от Путина, Россия тогда имеет шанс начать наконец нормально жить. Как вы считаете, Российская Федерация распадется на государство или останется в нижних границах? Не могу этого знать, но очень бы этого хотел, и причем хотел бы этого не потому, что я хочу отомстить и уничтожить Россию, а потому, что это прагматическое решение, чем больше территория, тем она менее эффективно управляется, шанс на небольшой территории управлять и строить нормальную жизнь для любой власти более высокий. Поэтому я надеюсь на то, что Россия превратится в ряд нормальных, хороших, компактных, цивилизованных государств, которые в свое время будут претендовать тоже стать частью Европы, войти в Евросоюз. Западу выгонен распад Россия или сохранение? На Западе нет понятия единый Запад, это не единый мост, который там где-то находится в каком-то месте. На Западе есть люди, которые боятся распада России, не хотели бы его, потому что они думают, что тогда ядерное оружие останется без контроля, хотя есть механизмы у того же ООН взять ядерный потенциал под международный контроль. И, кстати, многие территории могли бы перейти под международный контроль, пока они не определяются со своей государственностью, особенно вот там за Уралом, Сибирь, где не так много населения, где нет национального самосознания, не сформировалось. Это может быть под управлением ООН, но не отдавать же это Китаю, потому что это было бы, вот точно бы, это тоже один из факторов, где многие на Западе не хотели бы распада России, чтобы Китай не усилился природными ресурсами Сибири, которые могли бы перейти под его контроль. На Западе есть люди, которые хорошо понимают, что только с распадом России или с глубокой федерализацией эта страна перестанет быть мировой угрозой при таком ядерном потенциале. Есть на Западе люди, которые не определились, они не понимают распад, нераспад и так далее. Поэтому это тоже очень многие разные мнения. Я лично свое сказал, я за то, чтобы глубокая федерализация привела к возникновению ряда нормальных цивилизованных государств. Более того, я общался с людьми, которые живут там ближе к Петербургу. Вы знаете, что в России всегда существовал конфликт между более европеизированным Петербургом и более азиатской Москвой. Так вот, если представить себе, что Петербург станет столицей нового российского государства, куда может войти Новгород, Ипсков, вот тот более европейский, они мне сказали, как это будет называться? Они мне сказали, вот знаете, мне надо что-то выговорить. Ин Германландия, вот как-то так они хотели бы, чтобы называться. Я говорю, ну тогда уже легче вам войти в конфедерацию с Финляндией и так далее. Где Северная Россия? Ну понятно, что все украинцы считают, что сама вот та вот исконная ордынская, орковская Россия должна быть рядом с Москвой и называться Московией, как исторически она была до появления Петра Первого, была Московией. Ну и потом Кубань, Кавказ, это все могут быть отдельные государства. Где окажется ядерное оружие России? Я бы хотел, чтобы оно вообще с территории России исчезло, было ликвидировано, как в свое время оно было ликвидировано в Украине. Вот. Украина могла бы предложить свести все это оружие в Чернобыльскую зону, где для него может быть построено специальное хранилище для ядерного оружия, говорю, оно не токсичное. Украинские ВСУ, как доказавшие свою боеспособность, могли бы быть охраной этому ядерному потенциалу, а со временем он должен был просто быть уничтожен и ликвидирован. А Россия была бы безядерной зоной. Опишите нам Россию, которая будет безопасна для Украины. Ну, мы уже начали это делать. Это не Российская империя, не огромное федеративное государство, а ряд цивилизованных стран, у которых нет ядерного оружия и которые и власти, пришедшие к власти люди в которых бы строили прежде всего, заботились о высочайшем уровне жизни и экономической конкуренции этих стран внутри мировой экономики. Ну что ж, остается пожелать России стать богатой страной, чтобы она занималась своей экономикой и не лезла в Украину. Сергей, большое спасибо за интервью. Ждем победы Украины. Спасибо вам. – Субтитры создавал DimaTorzok